Телеканал КРТ представляет К сожалению, я с вами, уважаемые товарищи, один, потому что Михаил в командировке по делам комсомола. Организация действует, работает и глава организации должен посещать областные и районные представительства. Так что, как говорится, и вечный бой покой нам только снится. С чего хочу начать нашу передачу? Мы все, наверное, видели, что происходило недавно в городе Луцке. Вы, как знаете, кто нас поближе знает, знает, что мы из города Луцка там проживали. После 2014 года пришлось нам переехать в Киев, эмигрировать, потому что СБУ и националисты сделали нам невыносимые условия для существования, и нам пришлось беженцы. Так что, хочу обратить внимание, что беженцы есть не только с Донбасса, но беженцы есть и с Западной Украины. Вот я, как глава русской общины, Михаил, как глава комсомола Украины, тоже. Вот мы эмигрировали в Киев не от хорошей жизни. Мы никогда еще до 2014 года и не помышляли переезжать в Киев. Нас все устраивало, была мирная обстановка. Да, люди имели разные взгляды, да, люди ходили в разные церкви, но не было ненависти. Никто никого не бил, никто никого не убивал. Именно в 2014 году, когда пришла беда, вот, так что имейте в виду, беженцы не только есть с Востока, но и с Запада. Так, по поводу этого горя террориста или вот этой всей ситуации, мое мироощущение, моя субъективная точка зрения, все инсценировано, подстроено для того, чтобы поднять рейтинг Зеленского. Мы прекрасно все помним и понимаем, как поступает Зеленский. Зеленский поступает точно так же, как и Эрдоган. У них очень хорошие отношения, дружат с Эрдоганом против Крыма, грубо говоря. Эрдоган хочет себе Крым вернуть, так как Османская империя потеряла его, не могут османы смириться. Точно так же и наше руководство не может смириться, что из-за печальных событий 2014 года, к сожалению, так получилось, что Крым ушел. И вот они оба хотят вернуть и на этой почве сдружились. И Зеленский увидел, когда падал рейтинг Эрдогана, вдруг ни с того ни с сего, кортеж проезжая по мосту через Босфор, Эрдоган спасает какого-то мужчину, который хотел выброситься там с... Ну все подстроено, ради бога, о чем мы говорим. Едет кортеж, едут камеры и все это видно. И вот Эрдоган победитель, мессия спасает этого мужчину от самоубийства. Что мы видим в Луцке? Опять же я говорю, еще не хочу никого не обидеть или преуменьшить заслуги тех работников, рядовых работников милиции, полиции, которые работали. И тех людей несчастных, которые волей судьбы стали заложниками. Очень хорошо, что все закончилось, хорошо. Но что мы видим? Давайте так. Все не бывает просто так. Рейтинг Зеленского катастрофически упал. Рейтинг слуги народа катастрофически упал. Мы видим, как бодается центральная киевская власть и бодается местные элиты. Не могут друг с другом поладить. Потому что Киев хочет вести, Зеленский хочет вести префектуры. А префектуры это четкая иерархия, четкая вертикаль власти от центра вниз. Местные элиты сопротивляются этому. И что сейчас может произойти? Рейтинг Зеленского и слуги народа упал. И Зеленский потеряет контроль над областями. И вот ему нужно поднять. Как поднять? Экономически мы рассыпались вообще в очень плачевном состоянии. Поднять по каким еще критериям он может поднять? Все, люди уже обещаниям не верят. Мира нет? Нет. Экономика упала, упала. Люди были брошены на три месяца на произвол судьбы. В богатой Франции отменили коммуналку. А в нищей Украине мы от звонка до звонка, как говорится, до копеечки перед государством, перед наши обязательства финансовые и материальные мы должны были выполнять. Кто спросил? Вот спросили кто-то у вас там, Василь, Петро, Чиволодя или меня там, Кананович, как ты прожил три месяца на карантине без зарплаты? Как твоя семья прожила? Да никого ничего не интересует. И власть абстрагировалась, они по хрущевским дачам разъезжают. И когда упал рейтинг президента катастрофически, вдруг получается эта ситуация. И Зеленский по телефону говорит с террористом там 3-5 минут. И вдруг он своим авторитетом заставил его сдаться. Ну понимаете, ну не бывает так. Это все какая-то, знаете, сон в лунную ночь, как говорится, фантасмагория. Такого не бывает. Я пересмотрел несколько раз видео, как сдавался этот террорист. Он вышел из себя, знаете, как на остановке ждет маршрутку, семечки поплевывает. На расслабоне, на полуспущенных коленях. И к нему подходят, не бегут. Знаете, как кошка перед прыжком, как силовик должен со щитом, опасаясь в любую минуту какой-то провокации или детонации, или еще чего-то. Полицейские подошли, знаете, как проверить документы в соли на какой-то улице колхозной. Ну, знаете, я, конечно, еще раз говорю, я не берусь утверждать, что я, как говорится, истина последней инстанции. Нет, все мы люди, все мы можем ошибаться. Но я опять же заявляю, мои меры ощущения, моя субъективная точка зрения, это все перед выборами спланировано, чтобы поднять рейтинг Зеленского и в том числе и Авакова. Там Аваков чудесным образом появился. И еще что меня возмутило, вот меня очень возмутило, это то, что журналисты начали вести переговоры с тем горе-террористом или с подставным. Это не имеет значения, сам факт, что у нас в стране, на Украине такой бардак, что журналист вступает в переговоры с предполагаемым террористом. С предполагаемым. Это разве нормально? Это, понимаете, что произошло в 2014 году? Какая беда страшная? То, о чем мы всегда говорили. Государство потеряло свою сакральность. Государство потеряло власть. В государстве потеряло право на применение силы. Сейчас кто такие активисты, какие-то парамилитарные группы подменили с собой правоохранительные органы? Сейчас уже не поймешь, что ли офис антифашистского комитета громят СБУ, или это громит националисты, или Азовы, или еще кто-нибудь. Понимаете, они настолько сейчас спелись и перемешались в какой-то дикий коктейль, что обыкновенному гражданину уже невозможно отличить СБУшника от преступника, или там националиста, фашиста, от какого-то действительного активиста. Все настолько сумбурно, все перемешалось. И с тем предполагаемым террористом говорит журналист. На каком основании ты говоришь? Как это все происходит? Этот телефон должен или заблокирован быть, один канал связи. Во всем мире есть инструкция, как проводить. А у нас каждый в себя мнит специалиста. Это очень плохо. Потому что государ... Ну, о чем мы говорим? В 2014 году была попрана государственная власть путем переворота, попрана государственные институты. И вот мы имеем печальный итог. И уже хочу закрыть эту тему Луцка. Уже слишком много мы ей уделили. Я искренне рад, что все закончилось благополучно. Потому что при съемках любого сериала, будь то сваты или то, что в Луцке пару дней назад снимали, при любой съемке могут быть форс-мажоры. И слава Богу, что ни одного форс-мажора не произошло. Все люди целы, город обратно. Я смотрю репортажи и звоню своим друзьям в Луцке. Город вернулся в нормальный ритм, мирный, нормальный город. Люди спешат на работу, деток ведут на прогулки. И все отлично, что так произошло. Еще раз говорю, а время покажет, что и как было на самом деле. Рано или поздно все равно все тайное станет явным. Что еще, хочу еще на что обратить внимание. Хочу обратить внимание на то, что вот эта ассоциация с Евросоюзом. Сейчас власть заявляет, что мы как-то неправильно его подписали, несправедливые квоты. Почему так и почему это? Уважаемые господа, в кавычках господа, вы же подписали эту ассоциацию. Вы Януковича свергли, когда Янукович, прочитав, вместе с Николаем Яновичем Азаровым, прочитали, разобрались и решили не подписывать вообще, а повременить. Грубо говоря, выторговать для Украины в интересах граждан Украины, выторговать более приемлемые условия для подписания этого договора. Нет. Что произошло? Фашистующие элементы захватили площадь и устроили государственный переворот. Еще хочу, чтобы вы поняли, кто меня не понимает или нашу позицию не понимает, почему мы считаем, вот лично я, почему считаю государственным переворотом. Согласно законодательству на тот момент действующему, было несколько причин или ряд причин, по которым можно было отстранить президента. По болезни, в случае кончины, его личное отречение от власти и еще какой-то четвертый пункт, не вспомню. Значит, ни одно, а, или по импичменту, закона про импичмент тогда не было. Следовательно, ни один из этих четырех пунктов не был соблюден, ну, не соблюдали его. То, что проголосовало конституционное большинство, это еще не значит, что этот государственный переворот имел оттенок конституционного. Это ничего не значит, еще раз повторяю. Есть очень простая формула. Разрешено все, что не запрещено. Это очень просто, как примитизировать эту догму. Ни одного пункта из этих четырех не было выполнено. Следовательно, это что? Государственный переворот. Вот это, еще раз говорю, это наша позиция. И не надо на нас с агрессией бросаться. Из-за нашей этой позиции это не значит, что мы умоляем, или там, допустим, в грош не ставим те жизни, которые были потеряны на Майдане. Нет, люди погибли, это очень жалко. Но люди же погибли не от справедливости, они погибли от несправедливости. И давайте мы посмотрим, почему прикрылась тема по Беркутам. Все очень просто. Потому что в материалах уголовного дела было все четко ясно. Протестующие первые открыли огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. Согласно действующему законодательству, что тогда, что сейчас, после того, как на поражение митингующие открыли огонь, у сотрудников милиции есть законное конституционное право защищать свою жизнь. Вот что и произошло. И вот по совокупности всех фактов, незаконному отречению и по первым выстрелам протестующих по сотрудникам правоохранительным органам напрашивается единственный логический вывод. Это была не революция, а государственный переворот. И еще, кто со мной не соглашается или с нашей позиции, пожалуйста, как говорится, гугл в помощь. Откройте Википедию и почитайте, что такое революция. Это полное изменение существующего строя. У нас что, строй поменялся? У нас что поменялось? У нас что, социализм пришел, поменялось в корне? У нас как остался капитализм, так и остался. У нас как были олигархи, верховодили в государстве, так и верховодят. Что у нас? Порошенко пришел к власти, который партию регионов основал. И сам же ее потом сверг по ненадобности, когда ему помешали стать у руля, грубо говоря. Что поменялось? Какая кардинальная смена существующего конституционного строя произошла? Ничего этого не произошло. Следовательно, это был обыкновенный переворот государственный. Я думаю, оценку общество когда-нибудь даст. И именно потому, что незаконные действия произошли, вот и случилась беда в Крыму, случилась беда на Донбассе, случилась беда с государственной системой. Я не отбеливаю и не пытаюсь отбелить Януковича или его приспешников, которые вместе с ним были. Нет. Они, грубо говоря, уж сильно полезными для государства тоже не были. Но, по крайней мере, у нас не было войны, у нас не было гражданского противостояния. Я говорил, еще раз повторю, может быть, мы бы и поддержали бы Майдан. Потому что многие его лозунги были справедливыми. Но когда люди вышли с русофобской повесткой дня, когда начали кричать «Кто он из Качи, то и Москаль», тогда, извините, это уже не народная просьба. Потому что народ Украины никогда не имел русофобских взглядов. Никогда. Это же очевидно, что это было внедрено. Это технология ненависти. Не может благая революция начинаться с антисемитизма. Не может сегрегации, не может унижения другого этноса. Не может. Это технология. Это однозначно технология. И возвращаясь к этому заключению торгового соглашения, так называемой ассоциации с Евросоюзом, Что мы видим? Нам выделили квоты. Какие квоты? Машиностроение? Нет. Высокотехнологической продукции? Нет. Или продукция с высокой добавленной стоимостью? Нет. Научное изыскание? Нет. Какие квоты выделили? Мед, пшеница, древесина и там еще пункты пошли. Какие пункты? Сырьевые. Даже по работникам, по трудовым мигрантам у нас квоты. Но, ребята, уважаемые телезрители, граждане Украины, соотечественники, разве это адекватный партнерский договор? Это договор хозяина и раба. Это точно так же, как в Нью-Йорке аборигенам бусы стеклянные подсунули и забрали острова. Точно так же, вот вместо бус нам подсунули эту ассоциацию. Продали, сдали государственные интересы. Это разве нормально? Я исхожу из того, что любой договор двухсторонний или многосторонний, он должен исходить из интересов граждан. Вот если бы ассоциация предполагала реанимацию Южмаша, реанимацию заводов Фотон, Протон, даже вот этих киевских, высокотехнологичных, или давайте, почему бы на базе Антонова не собирать вместе аэробусы? В чем проблема? Нет, этого ничего не происходит и никто и не собирался этого делать. Всем нужно только сырье. И вы вспомните, когда заикнулись за древесину, сразу какой хай поднялся в Европе, что Украина не соблюдает определенные договоренности. И еще, я хочу еще спросить у тех граждан, которые кричат за Евроассоциацию или там за Трансатлантическую Ассоциацию с Соединенными Штатами и Канадой. Давайте мы подумаем, вспомним, когда открыли Америку, чем Южную, Северную, не будем сейчас вдаваться в исторические уже тонкости, подробности, в общих чертах. Когда открыли колонии в Южной и Северной Америке, с чего начали европейцы? С грабежа. Они начали с уничтожения местного населения и грабежа. Что произошло, когда начали колонизировать Индию и Африку? Начинали с чего? С работорговли и, опять же, грабежа местного населения и уничтожения местного населения. Так с кем вы хотите породниться? Вы ездите в Европу и смотрите, а, яко приемный аромат видынской кавы. А вы посмотрите в корень, как Козьма Прутков говорил, зри в корень, какими средствами и способами эти блага, эти мощеные, лощеные мостовые, эти готические соборы и все остальное, какой ценой они построены? Они на крови построены, жители Латинской Америки, Северной, Индии или Африки. Там все кровью пропитано, всех их блага. Украинский народ, народ Украины никогда не порабощал других народов. Мы не имели ни колоний, мы не имели никаких притязаний. Это мирный народ, точно так же, как и белорусский народ, и русский народ, и украинский. Мы славяне, мы никого не порабощали. У нас не было никогда колоний, мы не стремились к этому. Так вот вопрос, вот вопрос. Мы, народ Украины, мы никогда не были кровожадными, грубо говоря, мы никогда не были корсарами. А западный мир, это, грубо говоря, корсары. Так как мы хотим породниться овца и волк, овечка и волк, как может породниться? Я когда-то в своем радиообращении перед выборами 2014 года обращал на это внимание. И я говорил, что нас зовут на пир, нас это Украину, зовут на пир евроволчар. Не в качестве волка, а в качестве основного блюда. Мы на этом пиру основное блюдо, но не партнер и не друг. Евроволчары эти, они нас, видите, как облапошили, вот это евроассоциации. Еще раз повторяю, я не ярыс противник евроассоциаций. В Европе много хорошего. Но не нужно идти и все отвергать свое, всю свою культуру, восточноевропейскую цивилизацию, православную веру свою, свои корни, свое историческое великое прошлое и свои истоки, начиная с Киевской Руси. Зачем это все отвергать? Все говорит, мы совершенно другие русские ордынцы, в учебнике истории за восьмой класс пишут, что белорусы это уже не славяне, а евреи, которые пришли с Галычины и расселились там. Вы понимаете, ну на голову не налазать, как говорится украинскую мову, на голову цены налазать. И как вот в таком контексте можно развивать государство? Ну как в таком контексте можно развивать государство? И мы никогда не будем друзьями и партнерами равноправными. Нам как в Риме руку на плечо не положат и равными никогда не сделают. Забудьте эти иллюзии. Почему? Да потому что мы, еще раз повторяю, мы не хищники. Мы народ не хищники, мы народ созидатели. Нам честный труд и справедливость. Нам не нужно золотых дворцов. Нам не нужно бегать, пить антидепрессанты и 12 часов на работе работать, чтобы потом покичиться перед соседом новой дорогой машиной. Это не наше. И не надо этого стесняться. Зачем мы этого стесняемся? А мы схватили, вы посмотрите какая реклама по телевидению. Бери кредит, не парься. Бери вот эти швыдка, деньги какие-то, все, бери не парься. Это же кабала. Народ порабощают. Зачем это делать? А что будет потом? А потом слезы. А потом продажа имущества, продажа квартир. Распадаются семьи. Зачем это делать? Нужно везде здравый, здравый подход. И нам западная жизнь не подходит. Это не значит, что мы ущербные какие-то. Нет. У нас просто другой ритм. Другой ритм жизни. Другое представление жизни. Другое представление о семье. Другое представление о богатстве. Другое представление о родине, о государстве. Вот и все. Это не значит, что плохо. Это равносильно как автомобиль. Есть где руль справа, есть где руль слева. Автомобиль и там и там автомобиль, и тот и тот хороший. Но просто есть свои технические особенности, а у нас это ментальные особенности. И ничего в этом плохого нет. И опять же обращаю ваше внимание, я не говорю, что нам нужно куда-то лепиться, как вот все, куды протулытыся, куды податыся. Вы знаете, когда Центральная Рада потерпела фиаско, когда вот этих ребят кинули под крутами, бросили на произвол судьбы, когда регулярная армия разбежалась грабежами заниматься, а кинули вот этих ребят против армии Муравьева. И Винниченко, секретарь был, вы знаете, они же поехали в Житомир, их в Житомир не пустили. Они остановились возле Житомира. И вот у кого интересно, пожалуйста, можете разобраться, посмотреть. Протокол Центральной Рады, один из последних, что они написали? Там же надо писать протокол номер такой-то и где он составлялся, там Киев или Житомир. Они что написали? Пидже Томиру. Первая повестка дня, первый вопрос повестки дня. Куды податыся? Это государственные люди так рассуждают? Вместо того, чтобы как альенда с оружием в руках защищать страну, суверенитет, если вы считали Муравьева поработителем, так вы должны первые организовать. Они сбежали, кинули детей, а сами сбежали в Пидже Томир. Вот точно такая же Центральная Рада и сейчас у власти во главе с Зеленским. Позорники, негосударственные люди. Вот к чему я веду. А быть государственным человеком, это я вам скажу, кто государственный человек, на мой взгляд. Александр Григорьевич Лукашенко. Государственный человек, да. Есть у него ошибки? Конечно, есть. Еще раз говорю, не надо Лукашенко идеализировать или демонизировать. Это такой же человек, как мы с вами. Он может и ошибаться, он может и правильные вещи говорить, но давайте посмотрим правде в глаза. То, что Лукашенко сделал в Белоруссии, нам на Украине и не снилось. Нам просто не снилось. Там свой особый белорусский социализм. Есть скандинавский социализм, а это белорусский социализм. И Лукашенко в этом плане молодец. Еще раз повторяю, у него все предприятия огромные, МАЗ, БелАЗ, Гефест, они все имеют контрольный пакет акций государства. Это все народное имущество. Что произошло с нашими государствами, с государственными предприятиями? Что произошло с вот этой ленинской кузней? Все олигархи поразбирали, все порастаскивали, даже ТЭЦ уже порастаскивали. Все растащили. Обл.Энерго, все народное имущество растаскано. В том числе и Черноморский флот. Там было около 500 судов. Представляете, около 500. А сейчас 16. Это разве не позор? Это позор. Это большой позор. И по поводу Лукашенко. Сейчас там у него случились небольшие разногласия с руководством Российской Федерации по поводу союзного государства. Вы знаете, что любое объединение, это так же, как в любой семье, когда сходятся молодые супруги. Как это называется? Притирка. Правильно? Сначала у каждого свои какие-то биоритмы в том числе. И вот люди притираются, иногда ссорятся, но потом оно выравнивается, 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 и отношения ровно идут. Точно так же и в государстве. Идет сейчас притирка, они подгоняют свое законодательство под совместное. И смотрите, в России капиталистический устрой, да, даже олигархическо-капиталистический устрой. А в Беларуси социализм. И как две этих системы соединить в одном государстве, вот на этой почве и происходят разногласия. Но это не значит, что народы не тяготеют. Мы же с братом этнические белорусы, мы общаемся с родственниками и посещаем родственников Беларуси. Беларуси искренне жаждут объединения в союзном государстве. Искренне жаждут, подавляющее большинство. Конечно, есть те, кто против, но их несоизмеримо меньше. И Лукашенко, для чего он хочет избраться? Грубо говоря, это его дембельский аккорд на последний срок. Для чего? Он хочет избраться, чтобы уже ему не тяготило новое избрание. Грубо говоря, ему уже не надо быть для всех хорошим. Это его будет уже крайний срок. Вот за эти пять лет он просто сделает все, чтобы эта интеграция союзного государства прошла в том режиме, чтобы белорусский народ не потерял свои социалистические завоевания. Те народное богатство, которое есть у народа Беларуси, чтобы оно сохранилось. И вот эти пять лет Лукашенко посвятит именно этому делу. Мы с Михаилом в рамках этой передачи, да и в других наших форматах, мы всегда призывали граждан Беларуси голосовать за Александра Григорьевича Лукашенко. Альтернативы на данный момент ему нет. Я вот эту девушку кандидата в президенты Беларуси, я вчера послушал ее выступление, но вы понимаете, у меня оторопь берет от ее умозаключений, от ее примитивных умозаключений. Что она предлагает? Она предлагает точно то же самое, что предлагал Порубий и Компашка украинских националистов. То же самое она предлагает. Отречься от всего славянского, от православия, отречься от всего и все смимикрировать у Запада. Все хорошее, ну хорошего там я не вижу сильно много, но всю вот эту дрянь, всю смимикрировать для Беларуси. И что она, никакой ассоциации с русским народом, нам нужна ассоциация с Европой. Ну, все те же русофобские нотки. Вы знаете, если бы поменять табличку кандидат в президенты, не Беларуси, а по весе кандидат в президенты Украины, там такая риторика, ну видно в госдепе писали, что для наших пишут, что для нее, просто на разные языки переводят. Пронизано все ненавистью и русофобией. Я вам даю 100%, что с такой повесткой, с такой предвыборной программой, она пролетит, как фанера над Парижем. Потому что белорусский народ, умный народ, он выберет нормального президента, который, как гарант Конституции, обеспечит им счастливое будущее и стабильность, чтобы не было таких страшных процессов гражданской войны, как у нас на Украине, к сожалению. Так что призываю белорусский народ, те, кто имеет право голоса Беларуси, граждан Беларуси, призываю голосовать за Александра Григоровича Лукашенко. И что еще хочу сказать. Искренне рад, искренне рад, что наконец-то и в Российской Федерации, и в Великобритании, и в Китае особенно, уже где-то там вызревает вакцина от коронавируса. Понимаете, я в таких вопросах, я считаю, что по-нормальному должен был создаться какая-то международная лаборатория, куда бы входили все перечисленные ранее страны и работали вместе над вакциной. А в рамках ООН, через взносы, эта вакцина должна по-нормальному бесплатно распространяться по всему миру. Но, к сожалению, Соединенные Штаты, их сателлиты пошли по пути другому. Каждый в своей квартирке закрылся. А США, вы же помните, хотели... Ученых выкупили во Франции и хотели выкупить технологии и создать вакцину, и по 4 доллара ее продавать. Это вы представляете, себестоимость там 50 центов, а они по 4 доллара хотели продавать. Это опт. А в розницу бы оно еще дороже пошло. Ну, это разве нормально? Понимаете? Вот в чем, вот о чем мы говорим, о чем мы, левые, заявляем, что когда вопрос стоит жизни и смерти человечества, нужно думать не о деньгах, как Соединенные Штаты везде доллар ставят превыше всего, а нужно думать о человечестве, сколько людей спасет. Я не думаю, что на вакцине нужно наживаться. Нужно в первую очередь спасти людей. Я не могу понять, зачем наживаться на вакцине, если ты вылечишь человека, и он не потеряет работоспособность. А если он не потеряет работоспособность, вот тебе и экономический эффект от этого. Понимаете? Не надо прибыль искать на смерти. Надо прибыль искать на спасении. А капитализм во главе с Соединенными Штатами, они хотят заработать на смерти. А мы, левые, считаем, что нужно зарабатывать на спасении. Но опять же, искренне рад, что все-таки вакцина, она где-то там уже, как говорится, уже практически видна. И будем искренне надеяться, что миллионы и тысячи жизней будут спасены. И, кстати, знаете, что еще, уважаемые товарищи, искренне спасибо вам за то, что в страничке Facebook и мне, и Михаилу приходит очень много писем с поддержкой, и не только с поддержкой. Хочу тоже это отметить. Многие национально озабоченные, так называемые, парохоботы, после наших эфиров на канале КРТ и перед нами в YouTube, кто просматривает нашу передачу «Левый взгляд», и моя, и Мишина страницы, они практически не выходят из бана. Их все, парохоботы, жалобами забрасывают, банят. Но передача, я надеюсь, будет выходить, это не помеха будет, все будет в порядке. И очень много пожеланий приходит, и проклена в том числе. Ну, проклены нас только закаляют, и дают нам больше, как говорится, стимула, больше. Если меня бандеровец проклинает, значит, я на верном пути. Значит, все мы делаем правильно. А если обыкновенные граждане Украины, которые выступают за мир, пишут слова поддержки, это самое ценное, что может в жизни быть. И люди задают вопросы еще. Вот некоторые вопросы, я хотел бы озвучить, это они действительно очень важные для нас и для антифашистского движения, и, я считаю, для Украины. Вот очень интересный вопрос, и, как говорится, своевременный и актуальный. Это как существует антифашистское движение на Украине, вот наш антифашистский комитет, и как присоединиться. Значит, представительство антифашистского комитета есть во всех областных центрах, абсолютно. Очень многие офисы, к сожалению, в районных комитетах были разгромлены, сожжены. Но примерно 80% мы восстановили. И сейчас продолжаем работу. Работа не публичная, потому что молодчики и служба безопасности нам не дают нормально работать. Идут провокации, поджоги, избиения. И, к сожалению, мы работаем, грубо говоря, на полу неофициально. И, я говорю, в каждом областном центре есть представительство. Кто хочет присоединиться, согласно уставу антифашистского комитета, членами антифашистского комитета могут быть и групповые, это целыми общественными организациями можно вступать, и индивидуально, как гражданин Украины с 18 лет, возрастных ограничений с 18 лет, когда человек уже вступил в совершеннолетие и отвечает за свои поступки, согласно действующего законодательства, может быть, членом антифашистского комитета. Так что, пожалуйста, уважаемые друзья, товарищи, вступайте. Как вступить? Обращайтесь в фейсбуке, на страничке Александр Кананович, меня узнаете, или Михаил Кананович, пишите в личку, по местным ячейкам мы вас сконтактируем, скорректируем вас куда надо, и можете присоединиться. Антифашистский комитет действует исключительно согласно действующему законодательству, так что никаких противоправных действий мы не проводим и никогда не берем никаких участий. Те, кто у кого-то раканы в голове и хочет хвататься за оружие или еще за какие-то глупости, сразу говорю, что с такими людьми мы даже не садимся за стол переговоров и даже не ведем с ними это. Тот, кто предлагает нарушать закон, мы отметаем все эти глупости. У нас исключительно пацифистское движение, у нас исключительно интернациональное движение, мы объединяемся не против кого-то, а во имя, во имя спасения Украины, во имя того, чтобы на Украине наступил мир. Наша главная задача это интернационализм. А интернационализм подразумевает с собой человеколюбие, гуманизм в первую очередь. Вот исключительно на таких принципах мы и объединяемся. И кто хочет присоединиться, пожалуйста. Сейчас очень много антифашистских таких движений, течений есть, они разрознены. Почему разрознены, объясняю. Потому что власть с целью провокации, с целью дискредитации антифашистского движения создала множество клонов. И некоторые клоны занимаются откровенной человеконенавистнической идеологией под вывеской антифашистов. Это мы все прекрасно тоже понимаем, так что олигархи и власть, и службы безопасности создали множество клонов, чтобы дискредитировать саму идею антифашистского движения. Но у них ничего не получится. Вы видите суды, и власть как бы не пыталась нам заткнуть рот, как бы не пыталась нас запретить, а законных оснований запретить деятельность антифашистского комитета Украины нет. Потому что мы никогда не приступали к закону. И призываем всех граждан Украины никогда не приступать к закону. Какие бы они ни были, они могут быть крайне несправедливыми. Но опять же повторюсь, это не повод нарушать. Так что антифашистское движение будет расти, крепнуть, оно существует. И все, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы можем даже в таком формате работать, не обязательно вступать в антифашистский комитет. Можно проводить совместные акции, можно проводить совместные круглые столы или другие мероприятия. Мы открыты для общения исключительно со всеми. В том числе и с религиозными организациями. Нет никаких ограничений в этом плане. Опять же, кто на принципах пацифизма и гуманизма, мы всегда открыты и всегда рады. Антифашистский комитет, кстати, еще хочу обратить внимание, занял очень жесткую и четкую позицию по поводу религиозного вопроса по поводу Украинской Православной Церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Мы категорически против нападок, мы категорически против дискриминации этой религиозной общины Украинской Православной Церкви. Это каноническая церковь. И мы считаем, что это единственная каноническая православная церковь, которая действует на Украине. Она испокон веку наша церковь здесь была. Вы можете верить в Бога, можете не верить, можете быть искренним православным или атеистом, это не имеет значения. Это не дает повода обижать чувства верующих прихожан Украинской Православной Церкви. И мы выступаем в поддержку Украинской Православной Церкви. Украинская Православная Церковь поддерживается народом. В принципе, она не нуждается в поддержке. Единственное, на что мы обращаем внимание, это не допустить травли, не допустить того, что храмы захватываются рейдерским путем. Они уже посигнули на Киево-Печерскую Лавру. Кстати, мы, антифашисты, активно присоединились к подписанию петиции президенту Зеленскому, чтобы Лавру оставили в покое и прихожане в эту святыню приезжали и, грубо говоря, спасали свои души. Лавра принадлежит всем. Лавру на ноги поставили именно Украинская Православная Церковь. Так она, вы посмотрите, зайдите в Лавру, какая красота, вы посмотрите, как все ухожено, ну, любо-дорого посмотреть. Мы иногда с братом, когда гуляем, иногда просто туда пройдемся посмотреть, но, понимаете, грубо говоря, душа радуется, как на этих деток посмотришь, какие они счастливые бегают этим, ну, счастливые. Вот вы зайдите в Лавру и просто посмотрите на тех паломников, которые приезжают. Ну, светлые, счастливые лица. Вот, вы понимаете, вот для чего призвана Церковь. Делать людей счастливыми, чище, добрее. Вот, те, кто хочет зла или там чего-то плохого для Украинской Православной Церкви, вы пойдите в Лавру, посмотрите на лица людей, на лица паломников. И вам все станет ясно. Поэтому мы будем отстаивать права, права на выбор вероисповедания, на свободу совести. Каждый человек имеет или верить право, или не верить, но твое право не должно мешать право другому. Если ты прихожанин другой Церкви, зачем ты идешь захватывать православный храм, канонической православной церкви? Зачем? Строй свою церковь, ради Бога. Ты создал новую церковь, эту ЦУ. Ради Бога, ходи себе в ЦУ и строй свой храм. Никаких нет препятствий. Строй мечеть, строй синагогу. У нас нормальная страна, все прекрасно понимают. Еще хочу обратить внимание на что антифашистский комитет вопиющие случаи, когда дискриминируются русские общины. Они запрещаются. Они вот как во Львове, русская община во Львове лишена имущества. Львовский городской совет отобрал имущество, выкинул на улицу, выкинул библиотеки, культурные исторические ценности русской общины. Закрыта школа при русской общине, классы по русской литературе, по культурному обогащению горожан города Львова. Зачем это делать? Ну что вам, легче стало от того, что русский культурный центр вы выкинули на улицу? Украина, что война прекратилась? Что доллар по 8 стал? Или что вам легче дышать прям легче грудью воздух стало легче существовать? Ну бред собачий. Унижая, оскорбляя другого, вы не станете счастливее. Вот об этом мы и говорим. А в Червонограде что с русской общиной сделали? А в Луцке, моем родном, что с русской общиной сделали? Выкинули книги, ворвались в офис русской общины и сожгли книги. Бунина, Есенина, Булгакова. Кстати, Булгаков в Киеве много лет прожил. Ну, понимаете, варвары пришли и сожгли книги. Разве так можно? Разве это делается так? Вы понимаете, это просто варварство, самое настоящее. И еще раз говорю, я не могу понять, объясните мне, как унижая другого, как тем, что вы убили Олеся Бузину, поэта, философа, историка, вот вы его убили, сожгли офисы антифашистского комитета, сошли офисы русской общины, выволокли книги, сожгли книги. Мы, кстати, в офисе антифашистского комитета висел портрет Гагарина, Юрий Гагарин, первый человек в космосе. И как захватчики развлекались, они с пневматического ружья стреляли по портрету русских классиков, и в том числе по портрету Юрия Гагарина. Это вы что считаете? Революция гидности? Это революция гидности книги жечь, революция гидности памятники Ленину уничтожать. В чем ваша гидность? В варварстве? В русофобии? В человека не на висничестве? В чем ваша гидность? В чем? Это вопиющий случай. Такое не должно повториться. Вот чем отличаются эти националисты, бандеровцы, молодчики, которые сожгли книги, от талибов в Афганистане, которые в провинции Бамиам в Афганистане статую Будда из пушек расстреляли? Чем вы отличаетесь? Вы на чашу весов исторической, вы жгете книги, а вы уничтожаете историческую память, код человека. Вы довольно одинаковые. для меня что бандеровец, что талиб, что маджахед, что террорист, это одно и то же. И тот, и тот невежда. Почему националисты говорят, нам чужого не треба тильки свое. А вы знаете почему? А я вам объясню почему. А все потому, что национализм априори ущербен. А когда видна ущербность? Когда есть с чем сравнить? Когда интернациональное эволюционно более продвинуто. Оно более продвинуто, потому что во взаимодействии идет прогресс. И вот поэтому ущербность национализма настолько становится очевидна, что националисты начинают закрывать двери и говорить не, не, тики мы сви до свого по свое, все инше, как говорится, крамола, только все наше, все наше. Зачем? Потому что они ущербны, они априори ущербны. Понимаете, в 21 веке быть национализмом это атовизм, это страшнейший атовизм доисторический, который уже давным-давно канул в лето. Не может в 21 веке государство существовать по принципам одна натия, одна мова, один народ. Это бред собачий. Любая страна успешная это которая создает равные условия для самореализации граждан, для ведения бизнеса, для здравоохранения, для всего. Украина когда процветала? Вы вспомните еще. Украина процветала прекрасно, нормально, когда была интернациональна, когда спокойно люди говорили на том языке, на котором хотели. Тогда и Крым был, Украина имела два моря, Карпаты, мы приезжали, Гуцулы приезжали на Донбасс, донечане приезжали к Гуцулам отдыхать. Что? Какие-то были ну подсмеивались так по-доброму друг над другом, просто иронически подсмеивались, ну любя, уважая друг друга. Нет. Надо было посеять русофобию, надо было посеять эти ненависть, вражду и к чему это привело. И еще хочу обратить внимание, это я буду повторять и повторять. Вы хотите, кто вы, те, кто сейчас у власти с помощью американской поддержки, вы хотите построить русофобское государство, возможно, вы его построите, но вы какое построите, в каких рамках, в каких пределах, одной-двух областей, одной-двух областей, вы что думаете, что русофобская Украина будет от Львова до Донецка, от Чернигова до Севастополя, такого никогда не будет. В рамках УССР может существовать только интернациональное государство, а если вы хотите строить по принципу русофобского, оно будет вот в таких пределах, максимум две-три области. Вы посмотрите, что с Грузией произошло. Грузия тоже многонациональное государство, и неправда, что там одна мова, одна вера и одна держава. У них Абхазия, Осетия, Южная и Аджария. И что получилось, когда во главе с Гамсахурдией пришли грузинские националисты в начале девяностых? Случились гражданские конфликты, и они потеряли территорию Абхазии, Аджарии и Южной Осетии. Правда, потом Саакашвили блицкрик сделал в Аджарии, но понимаете, Аджария зажата между Турцией и Грузией, им деваться некуда, помощи прийти неоткуда, поэтому Аджарский Лев, это бывший президент Аджарии, бежал, и, грубо говоря, грузины огнем и мечом восстановили там свою власть, а на остальных территориях Грузия потеряла. Мы видим, к чему привели националисты в Молдове, когда прорумынские Мир Чеснегур, президент Молдавии, на своих прорумынских националистических лозунгов хотел присоединить Молдавию к Румынии. Чем это обернулось? Приднестровским конфликтом. Запомните, раз и навсегда, там, где идет национализм, человеконенавистничество и возвышение себя путем унижения другого, всегда будет конфликт, всегда будет война. Я вот, живя в Киеве последние три года, я же вижу какое брезгливое, пренебрежительное отношение к людям с Донбасса. Разве это нормально? Разве это нормально? Они что, от хорошей жизни в Киев попали? А я с Мишей, с братом, мы от хорошей жизни в Киев попали? Да мы такие же, я уже в начале передачи говорил, мы такие же беженцы, как они, они только с востока, а мы беженцы с запада. И в Киев сюда прибились, потому что здесь среди толпы легче затеряться, и то здесь находят и бьют, в миротворец внесли. Но они уже до того дошли, что в миротворец внесли уже блаженнейшего митрополита Ануфрия. Это уже вообще не то, что стыд и срам потеряли, а это уже человеческий облик потеряли. Они ничего, они не имеют права называться гордым словом человек. Когда-то Горгий говорил, человек звучит гордо, это не про них, однозначно не про них, потому что нормальный человек в расстрельный список главу самой большой православной канонической церкви они никогда не внесут. И антифашистов никогда не внесут, те, кто себя людьми называют. А те, кто животные примитивные, которые только умеют убивать и разрушать, вот это их уровень. И еще хочу обратиться к уважаемым друзьям, товарищам по левой идеологии. Здесь наш товарищ тоже ведет свой цикл передач, товарищ Гожий, и мы с ним пересекаемся и разговариваем, и в принципе мысль витает одна в нашем левом сообществе, это о том, что левые должны объединиться. Но опять же, именно должны объединиться левые, а не левые проекты. Мы не можем объединиться с такими людьми, которые дискредитировали себя, которые как Каплин проект левый хотел создать, а прокинулся, как Киева хотел левый проект создать, а прокинулся, Мураев хотел создать левый проект, а прокинулся. Понимаете, Мы не можем объединиться с проектами, не потому что мы плохие и мы не хотим объединяться. У Кивы свой хозяин, у Мураева свой хозяин, у Каплина свой хозяин, у Мороза свой хозяин, у Витренко свой хозяин, ее сынок, который заказывает ей свою определенную политику. Понимаете, ты с проектами объединиться априори не можешь, потому что как ты объединишь пять заказчиков? Если идет левая партия идеологическая, основ для разногласий нет, потому что мы все левые по пути социализма идем. А если у тебя, как говорил Мао Цзэдун, редиска, красный снаружи, а белый внутри, вот все эти проекты это редиски. Потому что красные только снаружи, а внутри белые. И как пять заказчиков, пять олигархов, как ты их объединишь? У них у всех разные интересы. У кого-то в энергетике, у кого-то, кому-то надо в Киев-Горсовет пройти, землю деребанить. У кого-то интересы в угольной промышленности и пошло-поехало. Так что вот почему с левыми проектами объединиться нельзя. Левые партии сейчас в подполье. Почему? Потому что государственная политика сейчас такая, что антифашисты левые приравниваются к сепаратистам. Им клеймо сепаратизм и молотком по голове. Поэтому левые партии выхолощены. В том числе и коммунистическая партия Украины. Она незаконно запрещена. Но она, понимаете, как-то так по-изуитски сделали. Типа приостановить деятельность. Как это приостановить? Нормы закона такой нет приостановить. Согласно закону политических партий, она может быть запрещена через суд. Оснований для запрета компартии нет. Потому что она никогда не нарушала закон. И никогда не выступала таким дестабилизирующим фактором. Или там антигосударственной деятельности. Нет. Ни один коммунист не осужден и не получил срок за антигосударственную деятельность. Ни один. О нас я хочу напомнить, что до госпереворота было почти 110 тысяч. Так что из этих 110 тысяч никто, ни один человек, ни один не осужден по статье «Державна зрада» или там «Сепаратизм» или еще какие-то страшные, позорные для человека статьи. Ни один. Поэтому оснований для запрета нет. Нет ни одного постановления нашей партии о том, что мы призываем к каким-то незаконным действиям. Нету такого. Суд идет 6 лет, никак не могут довести дело до ума, потому что судьи понимают, что обвинения высосаны из пальца. Уже там несколько судей, уже каких-то нескольких, я уже со счету сбился, сколько судей уже взяли самоотвод. Не хотят судьбу Киреева, чтобы их постигло. Потому что они видят, что все незаконно. Вот понимаете? И в этом идет процесс торможения, почему левые не могут объединиться. С одной стороны нам мешают проекты олигархов, с другой стороны власть посредством службы безопасности Украины и посредством бандитов-националистов крошат, громят наши любые попытки объединения. Мы собираемся, 2-3 организации, уже молодчики приходят и уже громят все. А мы не хотим людей подставлять. Я хочу еще обратить внимание на то, что нужно беречь людей. Мы можем, конечно, выйти людей, вывести людей, там, несколько тысяч, ну и что? И какая их участь постигнет? Молотками поразбивает головы, поубивает людей. Разве это нормально? Это не нормально. Каждый руководитель должен беречь и думать за людей. И в первую очередь отвечать перед людьми, те, которые ему доверили. В антифашистском комитете несколько тысяч человек. Да, они могут приехать по зову организации. Но вот я как заместитель, или есть Бойко Георгий Владимирович, руководитель антифашистского комитета. Как он может рисковать жизнями людей, которые доверили, доверили свою безопасность, свою жизнь, если хотите. Как мы можем это организовать? Нет, мы такого, к сожалению, пока делать не будем. И больших мероприятий мы не можем сейчас делать. Мы не хотим, мы не можем в целях безопасности. Но это не значит, что нужно сложить руки и сказать, да, пусть будет как будет. Как-то типа мы себе рассосемся и будем каждый своим делом заниматься. Мы таким путем тоже не идем. Мы скелет организации держим, а, как говорится, на скелет потом можно нарастить и мясо. По поводу антифашистской деятельности мы будем работать. И никогда не сложим, как говорится, своего политического оружия. Я вам хочу простой пример привести. 300 лет Русь, я считаю, Русь это не Российская Федерация, а вот вся наша Большая Русь была под игом монголо-татар 300 лет. И что, не было смельчаков, или не было князей, или не было смелых людей, которые скинули бы ярмо Золотой Орды? Были, но не было условий это осуществить. Но время же пришло, ярмо это скинули. Точно так же и с этой несправедливостью, с этой несправедливой власти. Мы скинем ярмо внешнего управления, скинем. И не через 300 лет, а намного-намного раньше. Сейчас история развивается. Мир стал меньше и глобальней, и мир стал динамичней. Так что скоро мы все равно внешнее управление скинем. Ради Бога, не мы, а народ Украины. В том числе и мы присоединимся к этим адекватным действиям граждан Украины, которые не хотят мириться с внешним управлением, которое сейчас, к сожалению, происходит. И рано или поздно предпосылки для восстановления деятельности Компартии и левых организаций, и в полной мере антифашистского комитета, они придут рано или поздно. Но не нужно торопить событий. А вот эти провокаторы, горячие головы, там, мне вменяет вину, что ты там в Киеве сидишь, давай бери автомат в руки, иди борись, как на Донбассе. Такие провокации, уважаемые, в кавычках, товарищи, не пройдут. Мы не будем нарушать закон, как бы кому-то бы это не хотелось. Да, мы продолжим борьбу, но в рамках действующего законодательства. А придет время, придет время, мы скажем свое слово, так, как сказали в 1917 году. Все будет хорошо. Еще какая сегодня новость хорошая пришла, вот очень неотрадно, я себе даже пометил, это то, что Китай запустил свою станцию на Марс. И там будет приземление, и околоземная на орбите будет станция кружиться. Вы представляете, еще несколько десятилетий назад мы, Украина, были на 3-4 головы выше Китая. Китай не мог ни одного спутника запустить. Наши южмашевские ракетоносители выводили космические спутники Китая на орбиту. Мы выводили на орбиту, а теперь мы не можем беспилотник запустить. У нас нет технической возможности даже производить беспилотники. Мы турецкие, израильские беспилотники покупаем. Мы не в состоянии сейчас это сделать. Почему? Потому что произошла огромная деиндустриализация, которую мы пытаемся остановить. И вот Китай сейчас и программу G5 запускает. Ни США, ни Европа не в состоянии сейчас G5 систему запустить, а Китай запускает. Это на каком технологическом уровне сейчас Китайская Народная Республика? А хотя еще раз говорю, несколько еще десятков лет назад мы были намного выше. Так что и почему так произошло? После 91 года, когда мы взяли курс на Запад, когда мы отреклись от всего советского, типа это все плохое, это все было ущербное, все катувалось. Вы знаете, у меня вопрос, я его задаю всем национально озабоченным, всем парохоботам и бандеровцам. Почему? При, в кавычках, кровавому сувидскому режиме в УССР было 52 миллиона граждан. А сейчас 30 миллионов. Где 22 миллиона? Без войны, без катаклизмов 22 миллиона потеряли. Ну где логика? Голодоморы, репрессии, соловки. И было 52 миллиона. А сейчас не перевершена демократия и только 30. Ну понимаете, где-то кто-то врет. Я даже знаю кто. Врут американские кураторы, которые поставили у власти своих прихлебателей. Украину спасет новая индустриализация. Как Владимир Ильич говорил, электрификация всей страны. А нам нужна индустриализация всей страны. И вот когда мы проведем, когда уйдут в небытие генерал-губернатор, потому что Зеленский не президент, он генерал-губернатор. Где-то в какой-то порабощенной стране, который Запад поработил после 2014 года. И когда придет нормальный президент, я думаю, народ Украины разберется, выберет нормального президента. Мы проведем новую индустриализацию, нормальная Украина заживет на принципах интернационализма. И тогда прекратятся все склоки, вернутся все потерянные территории. Потому что при нормальном экономическом развитии, при интернационализме делить нечего. Что ты будешь делить, если все народное, все принадлежит народу. Вот и тогда прекратится все. Хочу сказать вам, дорогие граждане Украины, все будет хорошо. Все будет хорошо. Пережили мы много катаклизмов, много неприятностей. Но переживем и это. Пережили и оккупацию немецкую, и польскую. Переживем и американскую. Так что все будет хорошо. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Следующую передачу мы уже проведем вместе с Михаилом. Дорогие товарищи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok